всем привет дорогие друзья 12 дня сегодня суббота 2 марта и я вышла из своей гостиницы погода сегодня пасмурная но меня пугали что в стамбуле очень холодно на самом деле достаточно тепло и меня для вас очень хорошая новость пришла сегодня с утра айхан наконец-то сдала на права не получил свои права в общем поздравляем айхана но сейчас я иду в сторону площади такси план у меня такой я схожу музей пера еще я схожу музей хочу сказать музей современного искусства мы с вами постараемся прокатиться на пароме и к сожалению на балет я не попадаю потому что сегодня балет на кодеке а опера только завтра поэтому сегодня мы с вами на балет не сходим следующий раз ну а смотрите какой красивый песик сзади меня ну а вечером мы с вами сходим в кино потому что сейчас идет фестиваль старого кино как раз в районе биулу в кинотеатре билет стоит всего 4 лира в общем программа у нас такая но посмотрим куда меня сегодня дорога приведет в общем идем вместе с вами я думаю что будет очень очень интересно и это часть улицы и стекляль вы уже знаете здесь находятся в основном магазины гостиницы кафе и рестораны очень много разных лавочек торговые центры и так далее и буквально через километр будет музей пера музейся в который я сейчас иду и я думаю что оттуда я начну уже вам показывать все самое интересное вот так вот продают каштаны мирова и очень много народу суббота день очень много народа и настроения у меня просто потрясающее музей на пятом этаже здание фасад здания вам покажу чуть позже здание это было построено в 1893 году и музей пера открылся в 2003 году сначала я приехала на самый верхний пятый этаж и покажу какой вид на стамбул вот такой вот потрясающий вид на город открывается в этом здании насколько я помню 9 этажей проходят постоянные выставки и временные и здесь также представлены картина осман ханди бэя дрессировщик черепах и картины других великих турецких художников я очень люблю как классическое так и современное искусство но для того чтобы любить искусство его нужно понимать в искусстве нет такого нравится нравится искусство нужно понимать если вы понимаете искусстве то вы принимаете работу того или иного художника либо не принимаете на четвертом этаже сейчас открыта выставка о известном российском режиссере Сергею Параджанове в 1983 году он был приглашен на фестиваль фильма в Стамбуле и за фильм «Ошибки Рип» получил премию. И здесь представлены его фотографии, фотографии из его биографии, фотографии с его поездки в Стамбул. Почитайте, биографии этого человека очень-очень интересная биография, как он из железнодорожника, учась на железнодорожном факультете, вдруг стал потрясающим режиссером, который снимал очень интересные фильмы. Еще здесь есть такая вот игра. Нужно серфить и не разбиться, не попасть в какое-то препятствие. Вы когда-нибудь думали о том, что на часах вместо времени могут быть указаны эмоции. Время ведь придумали люди для того, чтобы как-то выстроить, организовать жизнь. Но есть художники, которые, как вы видите, вместо цифр написали эмоции. Поэтому каждое время, каждая цифра, цифра в старом понимании, теперь это эмоция. на втором этаже музея представлены картины одного из самых известных художников Турции Осман Ханди Бея. И вот эта вот картина «Дрессировщик черепах», написанная в 1906 году, законченная в 1906 году, имеет много символических значений. Поэтому обязательно смотрите, читайте, ну, и, конечно же, приходите в этот музей, потому что увидеть эту потрясающую картину стоит хотя бы раз в жизни. Я здесь уже третий или четвертый раз. А на первом этаже уже выставка, которая посвящена традиции, кофейной традиции в Турции. Здесь представлены кофейные наборы, чашки, приборы для варки кофе, подносы и так далее, произведенные в Турции, которые также были подарены, привезены в Турцию. В общем, те, кто интересуется кофе, а также керамикой, вот эта вот выставка тоже вам будет очень интересна. Например, вот эти вот чашки для кофе были произведены в Кутахе в 15 веке. А здесь представлена коллекция весов. Раньше даже взвешивание чего-либо было настоящим искусством. Помимо того, что здесь представлены весы, здесь представлены различные меры. И вот, например, такими мерами пользовались на рынках в Османской империи написано с 14 века. А вот это вот самые древние меры порядка 2000-1000 лет до Рождества Христова. Вот так вот выглядит сам музей, фасад музея. До 2003 года здесь располагался отель Бристоль. И точнее, в 2003 году дом отреставрировали и теперь в этом здании находится Пирамазеси, один из самых интересных музеев Стамбула. Старинный дом 1893 года постройки с потрясающей архитектурой. Но вы видите, что в этом районе, в районе Истекляля очень много традиционных домов с такой вот интересной архитектурой. Но сейчас мы идем с вами обратно на улицу Истекляль и отправляемся уже в музей современного искусства. Я вам уже говорила, что Айхан сегодня сдал наконец-то экзамен и получил водительские права. И он сейчас в Алане, а я в Стамбуле. И он передает вам всем привет. Айхан наслаждайтесь саном. Супер. Молодец. Давайте все вместе дружно поздравим Айхана. Супер. Супер. Перед тем, как идти в музей, я зашла в кафе, покушала и сейчас мы с вами идем в музей современного искусства. На балет мы уже не опаздываем, потому что балет на Кадыкё в 4 часа, а сейчас уже 4 часа. Поэтому планы меняются. Как всегда, сейчас мы идем в музей современного искусства, потом мы идем на Галатскую башню и прокатимся на пароме до Кадыкё и обратно. И пока мы все это сделаем, уже наступит вечер, и я обратно отправлюсь на улицу Стекляль уже за какими-нибудь покупками, потому что мне нужно прикупить кое-какие вещи. Ну и, конечно же, возьму вас с собой. Как вы видите, начался дождь, мой зонт превратился вообще в какую-то непонятную кашу, но дождь не сильный, поэтому терпимо. Вот, идем в музей современного искусства теми улицами, какими мы еще не ходили с вами. Поэтому для меня это тоже новый маршрут, ну и, надеюсь, для вас также. Вот такие вот они маленькие улочки Стамбула. Район этот, сейчас я иду от улицы Истекляль в глубину и где-то здесь у нас находится музей современного искусства. Я думаю, что я иду правильно. Вот такие вот узкие тротуары. нужно всегда следить за тем, чтобы не идти по проезжей части. А я постоянно забываю о том, что тротуары узкие, а проезжая часть такая вот широкая. Здесь тоже находится большое количество отелей. Очень красивые дома. Посмотрите на этот особняк. там, расположен возможно какой-то тоже отель. И вот так вот он выглядит Стамбул. Начался дождик, ну, я надеюсь. Начался, кстати, уже закончился, но все равно очень здорово. да, очень-очень много отелей. И вот он наш музей Истамбул Modern. Сейчас вижу уже вход, и именно сюда мы идем. Современное искусство, я вам говорила, что я очень люблю современное искусство, всегда стараюсь его понять. Современное искусство, это не про течение, это про отдельных художников. И вот он наш музей, сюда мы сейчас и пойдем. к сожалению, видео снимать не разрешают, поэтому про современное искусство хочу вам сказать только то, чем современное искусство привлекательно, а тем, что в каждом произведении искусства прежде всего вы видите себя, потому что если мы будем говорить о классике, то нам задана определенная тема, которую мы рассматриваем. А в современном искусстве есть художник, есть вы, и есть какая-то теория, которая стоит за той или иной картиной. Поэтому когда вы ходите в музей современного искусства или рассматриваете произведения современного искусства, обязательно в первую очередь смотрите как личность, во вторую очередь обратитесь к тому, что хотел сказать художник. И далее уже делайте выводы по поводу той теории, которую хотел выразить художник. Это очень интересно, советую вам обязательно погрузиться в эту тему. В общем, друзья, современное искусство это очень интересно, это целый необыкновенный мир. Поэтому, как я уже сказала, обязательно погрузитесь и вы просто удивитесь, насколько это интересно, вдохновляюще. в общем, я очень люблю искусство, я училась в России пять лет и в Норвегии я училась на факультете истории искусства, поэтому для меня это что-то невероятное, это как воздух. Поэтому бывают такие моменты, когда я и приезжаю в музей, в Стаму. очень много народу, и мы практически подошли к Галатской башни. Вот она башня, и сейчас мы поднимемся с вами на самый верх. Кстати, там еще есть симулятор полета над Стамбулом, поэтому, если хотите, также можете прокатиться. И вот эта вот вся очередь, которую вы видите за мной, вот эта вся очередь на Галатскую башню, поэтому, друзья, в этот раз мы с вами на Галатскую башню точно не пойдем, потому что я не хочу стоять, может быть, завтра, в следующем видео, но в этом видео точно мы с вами не пойдем, потому что посмотрите, какое количество народу. И на Галатскую башню мы с Сайханом уже ходили, поэтому сейчас мы спускаемся вниз вот по этой улице в сторону Эминюны и лучше отправимся с вами на пароме на Кадыкёй и обратно, потому что время уже близко близится к шести, будет еще холоднее и темнее. В общем, я уже начинаю заговариваться. на самом деле классно. В Стамбуле всегда ощущаешь себя как-то по-особенному. Картины, все картины по 20 лир есть по 10 лир. Становится действительно прохладно и не знаю, сколько градусов, но пар изо рта идет. ну, ребят, хочу еще вам сказать, что всегда ваш незаменимый помощник в путешествиях по любым городам, конечно же, карта Google, чтобы не заблудиться, всегда включайте и никогда не потеряйте. я уже спустилась вниз, и сейчас через подземный переход мы перейдем на ту сторону дороги и попадем на Галатский мост. и с Галатского моста дальше на именю сядем на паром.